Существует легенда, что 14 февраля сам святой Валентин спускается с небес на землю и помогает одиноким людям найти свою половинку. А что об этом говорит астрология, Александр? Астрологи вынуждены на все смотреть шире. Дело в том, что Валентин — это европейская традиция, которая, кстати, в наши края пришла не так уже давно. В других странах есть другие моменты, когда тема примерно та же. Но я могу высказаться о сегодняшнем, о нашем дне. Так получилось, что мы сейчас живем в эпоху, наверное, это надо назвать эпохой, то есть это определенная протяженность во времени, когда на небе мы видим планету самых возвышенных чувств, Нептун. В таком месте, где Солнце проходит мимо этой планеты ежегодно в начале года. Вот в последние несколько лет, в этом году, в следующих несколько лет, Солнце соединяется и приносит нам все возможности Нептуна. А Нептун символизирует в астрологии гармонию. Гармония бывает разной. Как сказала одна писательница, гармония с небом — это религиозная вера, а гармония с другим человеком — это любовь. И тем самым мы сейчас находимся в этом периоде. Зона взаимовлияния Солнца и Нептуна довольно большая. Это около месяца. Ежегодно эта зона немножечко смещается. В этом году кульминация, точное соединение — 19 февраля. То есть 14-е практически на максимуме. Поэтому надо сказать, что все, кому эта тема актуальна, должны пользоваться. Тем более, что в этом году рядом с Солнцем и Нептуном находятся еще несколько планет. Это Марс, который все невероятно усиливает. Поэтому проявления эмоций неизбежно будут очень яркими, очень сильными. Ну и тоже немаловажный фактор — Меркурий, о котором мы как-то говорили. Меркурий символизирует связи и общение. Поэтому на самом деле он просто повышает контактность. И действительно, люди, которым нужна половинка, они просто будут чувствовать себя более свободно. А люди, которые, может быть, уже нашли себя и в партнерстве, им будет просто легче и, может быть, приятнее общаться со своими любимыми. Так что время для этого очень хорошее. В общем, все сошлось как раз сегодня. Ну, добавить могу по неделе, поскольку мы всегда говорим о неделе, что Солнце с Нептуном — это еще и Нептун символ водной стихии. Поэтому в зависимости от сезона, от широты, в которой мы живем, либо дожди и какие-то бури, либо, как у нас сейчас, это может быть снег. Но чистого неба в такие дни увидеть шансов меньше. А вот Марс, планета энергии, ударов и травм, предостерегает, напоминает нам о том, что дороги скользкие, нужно передвигаться максимально осторожно во избежание неприятностей. Так что желаю всем осторожности. Надо только добавить, что одним из самых ярких дней недели окажется воскресенье, 20 февраля. Уже который раз воскресенье? Ну, каждый раз каким-то своим оттенком. Вот грядущее воскресенье — это день, когда все, о чем я сегодня говорил, может проявиться максимально. То есть и опасность каких-то там травм, и, конечно, эмоциональные. Поэтому лучше всего, конечно, собраться где-нибудь и радоваться компанией. Спасибо. Спасибо за хорошие рекомендации.